Как обед у нас идет, звонок на улицу огня со звоночком, ласточка. Освяти дары, посылаемые тобой, словом быстрее и молитвы, аллилуйя, аллилуйя. Так, у нас кто-то старший, наверное, был здесь. Скажу, спросите, как ты ее. Егор. Ну, кто отвечает за это? Кто? Егор. Ну, отвечай. Как работали? Егор отвечает. Выходи, говори. Егор, отвечай. Выходи. Отчет, давай. Как? Ну, сначала все хорошо работали, потом, когда ближе к обеду были, все отнынули. Так, кошку не трогать, не задевать ее. Все. Кто ее трогал, держать руки мощь сейчас сразу. Пошли. Подождите, пока закончен тогда разговор. Не трогать. Я, видите, когда за столом сижу, я тылью с тормой, так вот так вот. Задел ощущение, вы даже не видите этого. Я ее не глажу за столом. Ну, и в чем это выражалось? Ну, работать не хотели. Не хотели. Кто не хотел? Сам выйди. Кто не хотел работать? Говорили, что устали. Говорили, что устали. Молодежь, молодые до обеда устали. Их надо тренировать, чтобы не уставали. Выход один. Вы что думаете про жизнь на том, что... Прочитал где-то? То, что мы делаем, это развивает тело. Ни в одном лагере этого нет. Они бегают. В специальной должности затейники, называется. Затейники. Прыгали, где-то что-то, смотришь, утонули. Ты должен учиться жить. Я другому не могу вас научить. Жить. Здесь был профессор, приезжал. Я сам его не встречал. Мне говорили в аптиске, в Новосибирске. Он венгер. Его спрашивали, какие специальности знают. Он говорит, да ни одной не знаю. Я просто Библию считаю и стараюсь узнать. И написано, Луна, это Слово Божие твердое, как Луна. Я узнаю про Луну, считаю, какая она, какие исследования. Если написано, Кедр Гриванский, я изучаю все про Кедра. Я ничего не знаю, только Библию считаю. И считаю, Библию он все знает. Заповедью Твоею. Боже, Ты соделал меня мудрее учителей моих. Давид 118-й Псалом. Заповеди. Больше ничего не. Только исполняй. И все будут удивляться, откуда ты знаешь. Ты будешь ехать где-то поездить. Я буду спрашивать, а что ты заканчивал. Ты скажешь, я не заканчивал, я Библию считал. Это все из Библии, да. И люди, когда узнают, что ты считал Библию, узнают закон, то Библия написана, а соседние народы, когда узнают, какая у вас конституция, она в Библии. И скажут, какой великий, мудрый народ. Так закон мудрый? Нет. Народ мудрый. Узнают, и Библия в Таразаконе прямо об этом говорит. А нас это могут сказать? Вызвали учеников, он запретили, и узнавали, что они были с Иисусом. Качество какое? Они были с Иисусом. И другому не надо никакого качества. Мы с Иисусом. Ты устал с Иисусом. Ты думай, что ты говоришь. Ну, зашел только. Вчера мы пробирали вот этого квашеного. И как он? Только сел сразу. Так службы не было. Тем более, даже еще не было. Ты уже упал. Выиграть настоящих, участвовать не можешь. Ну? Ты должен, тело, тело это храм. Храм должен стоять. Шетерина эти не будет тебе снимать ветром. Всяким ветром учения. Ветром учения. Это атеистические, коммунистические, фашистские. Христиане везде лазили. А который знает евангельское слово, он не пойдет. И что интересно. В воинском деле не поддерживали террора. Только свидетели Иегову. Баптисты служили, адвентисты служили. Одна адвентистка попала и говорит. Ну, у нас же написано, стрелять не надо. А ты в охране. Ну, я в охране. Ну, берут. Гитлер же заставляет. Говорит. Так ты стрелять не будешь? Да нет, я же адвентист седьмого дня. Я тоже адвентистка. Сегодня я после обеда постараюсь подлезть и побегу. Нельзя. Я побегу. А я стрелять буду. Да ты же знаешь, что я адвентистка. И ты говоришь, я не стреляю. Ну, раз ты убегаешь, я должен стрелять. Свидетели Иегова. Их называли Бибельфоршеры. Исследователи Библии. Ни один не служил у Гитлера. И он уничтожал цыган, евреев и свидетелей Иегова. У него три группы. Коммунисты оставались живые. Коммунисты комиссары. Когда расстреливали. А это нет. И они. И самое большое число выживаний. Из лагеря Атленцева, Бухенвальда, Высшие Именно Иеговисты. Вот. Да каниевитики тем более удивительно. А если бы за слово Божие, да все шли, да держались. Как было. Я вам рассказывал маленькую притчу. Как три матери шли от колодца и рассуждали, какие хорошие у них дети. У одного Коля, у другого Илья, а у третьего Тарас. И каждая мать рассказывала, какой у нее сын хороший. Один хорошо поет на гитаре играет, поет. А у второй, он такие кардиболеты делает, перепрыгивает. А третий ничего не говорит, молча идет. И вот они все трое подбежали и начали кубыркать. А один подбежал и снял с нее коромысло с водой. А коромысло два ведра. Коромысло над рекой повисло. Идет Старес. Они его спросили, видал какие у нас сыновья? Он говорит, я только одного видел. Я в окно каждый день смотрю и не вижу. Идет у меня Наталья знакомая. Идет и рядом идет отрок, ковыряет, как всегда, вот такое походка. У него все такое. Зачем ты в руках несешь? Загрузи этого осла. Все время ты идешь с какой-то сумкой или не знаю, что у тебя там в сумке-то. Нагрузи его, я тебе говорю. И ты смотришь, тебе не стыдно. Мать идет. Вот туда ты идешь вечером, уже устал, спишь. На фильме спишь, везде спишь. Почему? Кто тебе разрешил так жить? Никогда в руках ничего не носи, когда он где-то может рядом быть. Никогда. Ты для этого, если приведешь Сарство Небесное, значит, ты за него отвечать будешь. И за него можешь не спастись. Ты, Марина, тоже хорошо помни. Ты любишь эти эфемерные замыслы пускать. Святого Николая создала из него. Драть русского мужика надо, как Федор Карамазов говорил. Я не знаю, как вы работали, но сейчас я пришел, посмотрел и общий результат хорошо. Убрали и за собой, и сколько я накидал, все нормально. Что не хотели работать, или так заметили, но это хорошо. Молодец, Егор. Сам ты-то работал, или только брюхом наваривался и держал. Те, где еще нужно держать, ты не руками держишь, а задом давишь. Ну, а там еще давить тебе, садись. Мощный жир такой, чтобы не крутилось еще. Так, ребята, у меня потери. У меня было две лопаты. Специально наточенные, с крепкими черешками, не надломленные. И я вырезаю везде крапиву, работаю с крапивой, и с репьем. Сейчас пошел, у себя нету. И у меня здесь зашел, там нету нигде. Кто брал? Коля, ты не брал? Нет. Одна лопата на огородчике. А? Одна лопата на огородчике. На каком? На лагерном. А кто его взял, лопату? Я брал одну. А что ж ты молчишь, когда ищу? Ну, я только вспомнил сейчас. Минус? Вспомнил. Забыл, да вспомнил. Школьничиться надо было, не дурака валять. Двоечник. Согласен. Троечник. Так, вторую лопату искать. Подозрение падает на матушку Надежды Васильевны. Те подгребают все, что на пути. Выпирают. Попроси, я дам. Пойду сам сделаю. Ты взял, не сказал. Это как воровство. Я трачу время, хожу. Я нанялся на работу к Никите. Ребей вырезать. В окрестности. Ему некогда. Так, Володя, там осталось доделать, которых подтолкнули. Там боим делать нечего. На уровне лестницы. Здесь, которая разбита, другие шахерины. А с этой стороны сделай. Так, Никита после обеда сразу к Виктору Николаевичу. Вот. И как ты сделал? Ну ладно. Видите, она где залезла куда. Вы думаете, она ищет что-то. Она место ищет себе уже. Мы ее уже тут дадим. Надо вытащить ее. Надо ее вытащить. Сухари ваши уберите. Это мои сухари, не ваши. Так, подожди. Она хочет убрать. Вот это и убрать. Берем ее сейчас. Сейчас, подожди, как лежит. Вот так. Потихоньку. Вы не знаете, что кошка, она имеет доступ везде. И она обязана иметь. Почему? Потому что главный объект для нее это мыши. А мыши подбирается везде. Она нюхает. Она молодец. Тут можно что-то даже постелить. Кошка. Трогать нельзя. Интересно. Кошка нечистая животная и собака. Кошка ходит, даже в Алтай зайдет. Еще нет. А если собака зашла, весь храм освещает надо. Чем это вызвало? Такое пренебрежение с собакой. Обидно за собаку. Я знаю, в одном храме такой, козово, пушистый ход. Метрополит выйдет на службу, а он ее там вверху круглит и заканчивается. Он по кругу у хористов идет. Он всегда улыбился. Мой кот. Метрополит в храме. У нас все как положено. Печаль в том, что ты уходишь сегодня. Чтобы утром не беспокоить никого, мы тебя вечером перепроводим. Ты все запечатаешь. Ну, там после ужина уже. Нам очень жаль. Мы ничего не можем сказать. Ну и прочее. Ты помни, тебя здесь ждут, тебя любят. Если ты приедешь и сильно будешь просить у мамы, то через неделю, через день, просто надать телефон, Татьяна, напиши ей, позвони каким-то образом, и обратно вернешься. Я обратно не принимаю, но тебя я приму. Сделай исключение. Ты приедешь домой, и делать нечто. Через день ты уже под ногами будешь путаться. Ты не нужна там. Там чужие дяди приходят, ремонтируют. Не русские. Опасно. Это очень опасно. И поэтому ты проси у мамы сильно. Обними, поцелуй, и скажи, мама, отпусти меня дальше. Чего я буду тут сидеть? Тебе питать нечем. Ты говоришь, шестерых. А так только пятерых. Один род сюда поехал. Твой род мой обеспечен. Ты с нами везде. Тебя мы не опасаемся. Понимаешь? Ты наша. И поэтому от тебя зависит, как ты себя поведешь. А еще братанья твои там начнут тебе по затылку давать. Ты быстрее запросишься. Так, пальцы не грызи. Ногти еду у меня не в почете. Поняли, нет? Да. Значит, рукавами не утирайся. Где платочек? Платочек не для меня это. У меня свой есть платочек. Ты утирай. Вот так. Вот он, платочек. Потом его сгорни, разгладь вот так вот. А то платочек такой, как будто его бегемот сжевал, да выплюнул. Не дожевал. Ну все, садимся за стол. Платочки. Натя Николаевич, у нас ЧП произошло. Мальчики, идите сюда. Ну-ка, давай. Рассказывайте сам. Давай, тот первый. Да. Что вы хотели? Снимай еще. Когда я шел, мы здесь играли. Потом я... Подожди, по порядку. Когда вы здесь играли? Да, шел бы здесь играли. Ну, перед обедом. Ну, как же играть можно? Я каждый раз говорю, здесь только сидеть можно. Здесь нельзя играть. Он вышел на стене, там, ну, можно, но здесь. Здесь запрещено категорически. Вот тут же больше ничего не надо. Уже все, достойно наказания. Еще дальше. Там я пошел в коридор. Меня Коля ухватил за шею вот так вот и начал когтями. Кто ухватился? Он. За шею вот так вот начал когтями. Ну, а что с тобой делать, если ты нарушитель? Душить тебе надо и все. Он так и понял. Все смеешься-то. А ты бы так подошел, Коля? Здесь сходить даже нельзя. Горячую пищу несут. Чай, там что-то. Кашу первое, второе. Это не годится. Тем более нас предупреждали. Пока никто не видел. Коля, ну-ка давай на улице скорее. Ну, так не получилось. Дальше. Потом я его за руку укусил. Пошло дело. Как стать котом? А теперь надо к ней бы пришли. Как стать собакой? Кто укусил? Я укусил его. Мам, отращай цель. А кто вообще укусил? И ты как считаешь? Так я должен мимо пропустить или разговаривать? Вон кошка-то лезет. Ты глазами-то крути маленько. Мимо не надо пропускать. Не надо пропускать. Где ты его укусил? За руку. Коля плакал сильно, значит укусил. Сильно укусил? А ну-ка покажи. Гораз не плакал, когда он его там за шеей что-то там. Коля плакал. Ну где там? Где там? Где там? Ну еще и нету нигде. Нашего там нет. Нету. Не больно в этот раз. Не было. Не больно? Вот отец пришел и говорит. А кто-то из наших говорит. Он мне глаз твой пул. Какой? Я забыл какой. Глаз твой пул. Так. Он упустил тебя. Не тебя упустил, а вот эту вот. Вот ушки. Зубы сразу бы остались. У него зубы острые. Я вижу, он так щуренок маленький. А чего вы не поделили-то? Ну не знаю. Эй, Грех, сатана как мучает вас. А вы бы выше здесь пели песни. Христос мой Спаситель. Куда я пойду? Он лучший мой друг. И где я найду? В Иисусе Бог мне. Всем судья. Он друг и пастырь мой. Не в мой покоплю жизнь моя. Так, знаете. Вот. Вот, Надя. Надя хочет после обеда вам вести занятия. Учиться пение. Так. А вот тебе что взял? Я не помню. У нас такая девочка была. Я отправил их зачем-то. А она, я тоже хочу, а я не упустил. Она первая, кто попал, упустила. Упустила и конкурю пропустила. Такая, ну, женщина. А ты мужчина. Нельзя уподобляться женщине нервной. Никак не годится. Пока ешьте, я пока не знаю, как вас наказывать. И кошка ждет тоже. Гляньте. Ничего, рыжая. Я не буду с ними расправляться, как ты с мышами. Давайте за стол. Так, вот это вот. Кто-то не доделал. Это из-за того, что доска, веер. Доска веер. Когда же веер, то вкащается. Это не только доска. Вкащается вот. Вкащается. Она не за доской доски. Ну, пол неровный еще. Пол неровный. Так, полное молчание. Полное молчание, девочки. А кто догалдел был? Надежда Васильевича. Так, все догалдели. Полное молчание. Ни слова. Берегите мущать. Не научитесь молчать. Господи, Господи, все, и все, иди Божьи. Помилуй нас. Аминь. Виктора Николаевича нету, жалко. Папа, что за домом. Спасибо.